Русская художественная культура Многие русские художники очень высоко ценили имя Достоевского и сравнивали его с Шекспиром, а иногда и ставили выше Шекспира. К тем редким современникам, которые сумели оценить Достоевского, которые почитали его литературный талант, относился московский коллекционер Павел Михайлович Третьяков, который на рубеже 60-х-70-х годов задумывает создать портретную галерею выдающихся деятелей русской нации. И в их число вошел Федор Михайлович Достоевский. Третьяков заказывает портрет Василию Перову, одному из самых ценимых в то время им художников. Сам Третьяков говорил о Перове, что это духовно близкий ему человек. Третьяков получает согласие на исполнение портрета, и Перов прибывает в Петербург. По воспоминаниям Анны Григорьевны Достоевской, Перов целую неделю, ежедневно, приходил на квартиру Достоевских и очень много беседовал с Федором Михайловичем. И Анна Григорьевна заметила, что Перов уловил в портрете то состояние Достоевского, невероятно характерное, когда писатель оказывался глубоко погруженным в свои думы. И Анна Григорьевна Достоевская назвала это состояние минутой творчества Достоевского. В самом деле, когда мы посмотрим на портрет, мы видим человека, погруженного в сгущенное пространство мысли. Это пространство комнаты, которое оказывается не прописано в портрете, мы не видим ни границ, ни пола, ни потолка, ни стен. Такая погруженность в непрописанное пространство, она усиливает впечатление отрешенности, от будничности, от прозы дня. Лицо и руки выделены светом, чисто композиционно, и происходит движение этой мысли, которая ходит по кругу. В этот момент Достоевскому было 50 лет, он работает над романом «Бесы». Возможно, он погружен в размышления о ходе действий романа. По завершении портрета Перов казался доволен, удовлетворен исполнением портрета. В одном из писем Третьякова он написал, что Достоевский – весьма значимая фигура для портретной серии, именитых людей России, которую создавал Третьяков. В то же время неординарность личности Достоевского важна и интересна для живописи. Надо сказать, что в портретной галерее Третьякова было много писателей. Писатели преобладали. Писатель – это глаз общественной совести. А Достоевский, как мы знаем, он был как раз тем человеком, который отвечал на многие запросы своих современников. И в том числе Достоевский написал две публицистические статьи, которые были посвящены художественным выставкам и затронул важные вопросы для развития русского искусства той поры. Первая из них была написана в 1961-м годах и посвящена выставке в Академии художеств этого времени. В этой статье Достоевский поднимает очень важную для художественного сознания 60-х годов проблему художественности и антихудожественности в искусстве. И среди всех картин он выделил картину ученика Московского училища живописи вояне изучества Василия Перова «Проповедь на селе». В ней он подчеркнул очаровательную наивность жанра, а художника назвал настоящим жанристом. Несколько страниц своей статьи он посвятил картине Якоби «Привал арестантов». Он обвинил художника в мелодраме, в излишней эффектности, в стремлении фотографичности и натуралистичности. Он отметил, что в этой картине мало жизни. Все персонажи Якоби одинаково безобразны, а художник должен смотреть больше, шире, глубже на жизнь и соответственным образом ее отражать. Достоевский, будучи в Вене, посещает международную выставку и пишет статью, посвященную этой выставке. В ней он ставит вопрос об утверждении национального идеала в искусстве. И в частности обращается к картинам, многие из которых были приобретены Павлом Третьяковым. Первая из них – это картина Василия Перова «Охотники на привале». Достоевский смакует эту картину, пишет о том, что каждый ее хорошо знает и описывает одного лгуна, который, так сказать, погрузился в свое вранье, второго, который самозабвенно его слушает, а третий просто смеется и задается вопросом, а в состоянии ли иностранные зрители, в частности немецкие, понять специфику русской жизни, специфику национального характера. Проблема идеала в искусстве волновала Достоевского. И в своей статье он ее поднимает на примере картины Бронникова «Гимн пифагорейцев «Восходящему солнцу». Идеал – есть такая же важная составляющая текущей жизни, как и все остальное, утверждал Достоевский. А многие наши жанристы боятся идеала, боятся идеальничать. Идеал для них – нечто вроде нечистой силы. Любопытно, что эта картина была заказана читой Третьяковых в Риме в конце 60-х годов. И по исполнении заказа она всегда висела в жилых комнатах особняка семьи Третьяковых. Этот факт, несомненно, свидетельствует в том числе и о том, что и Третьяковы, и Достоевские имели близкие эстетические взгляды на изобразительное искусство. В семье Третьяковых Достоевского боготворение. Вера Николаевна Третьякова говорила, что творчество Достоевского помогает переработаться и стать лучше. Об этом она говорила Фёдору Михайловичу Достоевскому, с которым она познакомилась на пушинских торжествах. Павел Михайлович Третьяков так благоговейно относился к писателю, что боялся его побеспокоить. Личным знакомством Третьяков болезненно переживал кончину Достоевского. В одном из писем Крамскому он писал, что это был апостол правды, это была наша общественная совесть. Конечно, такие высокие слова были посвящены человеку, с которым Третьякова роднила нравственная, философская, мировоззренческая близость. Благодаря прозорливости Третьякова и его интуиции, сегодня в стенах Третьяковской галереи хранится единственный прижизненный портрет Фёдора Михайловича Достоевского, признанный шедевром русской живописи XIX века. Редактор субтитров А.Семкин